Насколько автор петиции сумел тренировать работу именно с подписанами петиции? Потому что это люди, которые действительно могут помочь своим временем, умением, деньгами, знаниями и так далее, контактами. И минимально, например, если... Хороший пример, наверное, знаете эту компанию, очень популярной сейчас на платформе. Ольга Рыковская просит, чтобы пристали мешать ресторанам приходить на визиты к реанимации. Тема очень важна. Ее очень довольно давно пытались принимать много организаций, и действительно успешно принимали. Но как-то с компанией она сейчас прям поднялась вообще до такого уровня, что вроде даже и пообещали, что этот вопрос есть уже за компроект. И вроде как даже было сказано, что до 1 июля этот вопрос будет разрешен. Но что интересно, помимо того, что это очень популярная компания, очень важная компания, есть интересное то, как работает Ольга Рыковская со своими подписантами. Здесь несколько примеров. Когда она начала петицию, она отправила... Change-업, я говорю, позволяет автору петиции отправлять сообщения подписантов. И призывает людей что-то сделать. Например, подать свой совет, либо, может быть, где-то встретиться все вместе, и говорить, что делать дальше. Либо позвонить адресатам, например. Либо помочь обратиться к журналистам. А еще особенно если у меня 330 тысяч подписантов, то есть они не привлекают журналисты. То есть просто даже обратиться к ним. Но в этом случае, в этой компании, в какой-то момент Ольга подумала, что было бы классно, если бы, неважно, если бы подписанты рассказали свою историю. Потому что они пришли сюда не просто так бы писать петицию, потому что они сочувствовали. Потому что очень многие из них действительно оказались в ситуации, когда у них кто-то из родственников или мать или дети были в реанимации, и туда не пускали. И мы очень хорошо знаем, что произошло после того, как она отправила это сообщение. Просто мы сидели читали, Женя рыдала, потому что мы вычитывали все эти истории, которые люди начали постить в ответ на то, что она отправила это сообщение. Это действительно такой момент, когда люди открыли свои лица и показали, что вот я буду искупить, потому что у меня это было, со мной это произошло сколько-то лет назад и так далее. И вот другой пример. В какой-то момент в своей компании, они организовывают такую штуку сейчас, что они помогают людям, которые пришли навестить людей, пришли навестить родственников, которые в реанимацию на им отказывают, она помогает. Они сейчас, вот она искала этих юристов, вместе с этими юристами, которых она нашла через петицию, они их называли все эти ресурсы для того, чтобы человек мог подать заявление, разобраться быстро в этой ситуации, пожаловаться в местной власти, чтобы его упустили. То есть она собрала всю эту информацию, и она нашла юристов, которые в разных регионах России теперь могут помогать людям, которые оказались в этой ситуации. То есть здесь гораздо больше сделано, чем просто петиция. И это очень важно. Таких историй у нас очень много, и мы действительно пытаемся сделать на этом акцент, что на самом деле компания побеждает не потому, что их подписала 30 тысяч шагов, а потому, что эти 300 тысяч шагов еще что-то другого сделали. Вот, наверное, и все. В общем, я, наверное, побежаясь так по группам, но я буду начинать ответить на ваши вопросы и говорить уже о конкретном каких-то вещах, так что мне будет ярче всем делать презентации. Да, пожалуйста. Можете указать цифры эффективности? Вы указали, побеждает одна в месяц, а в итоге, сколько у вас из России приходит? Смотрите, мы говорим, да, нет, мы говорим одна в день, в среднем побеждает. У нас есть такая цифра, я вам скажу, цифра за прошлый год. Проблема, проблема вот в чем. Проблема с конкретной цифрой, сколько компаний победило в том, что, к сожалению, не все авторы объявляют победу, и мы не в состоянии отслеживать все петиции, чтобы понять, какая здесь ситуация, где-то, например, если в понимательном городе благая компания, если что-то произошло, то есть мы осматриваем те, где автор сказал, окей, победа, или заслал сообщение. На этой почве можно сказать, что, допустим, каждый день у нас есть одна в среднем победа. Но есть такая у нас еще классная цифра, которая мне нравится больше, это то, что в прошлом году 3 миллиона человек, 3 миллиона россиян, участвовали в компании, которые ответили. То есть они проучаствовали, и их участие было не просто так, их участие было не просто так, а на команде с ними победили. Но эта цифра, одна петиция в сегодняшний день, это то, что мы наблюдаем. А сколько их заводится в ней? То есть если кто-то победил, а сколько в итоге? Нет, у нас где-то в неделю, наверное, тысячи две петиции появляются. Где-то так, много. Да, много-много-много, но я вам скажу другое. Почему мы... У нас есть, конечно, система, мы при этом говорим, что мы освежим только то, что автор там помечает. Проблема в том, что у нас столько много контента на сайте, а нас на самом деле на русскоязычном сегменте всего два человека. И мы, как бы, вот он сополагается на нашей пользователе, которая нам рассказывает, как они победили, рассказывает о том, что им не нравится на сайте, рассказывает о том, какие петиции им не нравятся, например. Сколько мы метрально подходим, тут петиций совершенно различные темы. Кто-то петицирует своего соседа, чтобы он перестал играть там, я не знаю, рок-музык, а что-то делать это будет более серьезно. То есть, нам нравится это, потому что... Вы можете рефицировать все петиции, поступающие? Иногда они просто буквы, даже... Да, но они есть. Это петиция, она, на самом деле, весьма спорная. Какая-какая? Петиция, которая заставляет нельзя отпускать людей в реанимацию, на самом деле, это большой риск для здоровья, а мы, в общем, об этом можем... Нет, просто там у нее есть интересный аргумент, потому что она говорит, что частные клиники никогда не приказывают, а в личной клинике всегда говорят, что есть там вопрос предмет. И она, в общем, говорит, что это не справедливо, почему-то люди в той пласти не могут находиться просто на предмете. И, на самом деле, там еще есть второе... В общем, мне эта компания так нравится, я прям почитался у меня, и второе мнение, что она говорит о том, что нет официальных запретов, но они... В этом вот есть сложность в этой истории, что нет официальных запретов, но лично как бы врачи, там, главврачи отказывают. И совершенно против. Вот и за это ваша идея. Но... Но... Поговоря сейчас о вашем вопросе, что да, очень много петиции... У нас такая политика, что у нас есть принципы сообщества, да, мы не разрешаем, там, призвы к насилию мы не разрешаем, детскую порнографию мы не разрешаем, ну, какие-то такие вещи, которые действительно, да, жесткая линия. Но все остальное мы наполняем. Почему нет? Если кто-то решил использовать ресурс петиции для того, чтобы угомонить соседа, если он считает, что это важный, эффективный инструмент в борьбе, да, со своим соседом, вот. Но у нас есть еще такая штука, которая очень интересна, человеческий фильтр. Потому что люди не подписывают какие-нибудь аппетиты, Люди не не инвестируют свое время, они не распространяют какую-то глупость. Вот. А с другой стороны, есть что-то, может показать фан-блокусы, например, там, фанатка францфильма. У нас очень много таких есть штук, фанатка францфильма, которые петицируют, значит, продакшн The Company, чтобы они, там, режиссеры, чтобы они, там, спасли кровь героя. Да? В таком... Вот. Ну, то есть, мы очень это удаляем петиции, но, как раз, по этому участному фильтру это вот нечто, что и показывает, что популярное, что нет. А мы уже потом смотрим вокруг. Окей. То, что вылазит, да, мы уже смотрим, есть ли там какая-то история, что там происходит, чтобы узнать, понять, о чем люди The Company. А количество? Извините, у меня последний раз. Были один. Количество максимальное за принятие информации в теоретия, каким образом? Где-то под семь человек достаточно, а где-то уже в теоретии? Не-не-не, даже один человек, за декором. Нет, нет, нет никакого определенного... Кто это устанавливает? Как? Сам... А, там написано, из... Не-не, она, честно говоря, меняется, она дальше, если вы забрали там 5 тысяч, там на двигателе сидеть, что-то такое. Это чисто такая, как бы... Это автор решает сам, потому что, на самом деле, как бы сложно говорить, что если вы спросите 100 тысяч подписей, у вас тут, ну, как бы, наивно верить, что это где-то будет работать. Даже, там, в Великобритании, США и других странах. Нигде петиции просто так не передаются, и вопросы не решаются просто так. А решаются только, когда создается некая физическая масса, условия, при которых, действительно, эти голоса люди начинают слушать и слушать. И именно в этом заключается вот эта вот роль сообщества. Люди работают друг другом для того, чтобы, действительно, решить эту проблему. У нас это интересно. Например, самая первая компания, которая вот так была организована, когда мы тоже запустили change-off, это была за спасение перед первой больницей в Петербурге. И что интересно, в этой компании, что ее начал 16-летний, на тот момент, Егорьевский клуб из Москвы, который в Москве, живя в день новости, потому что больницу не закрывали, а те, кто не в курсе, перед первой больницей решили закрыть, потому что верховные отраженные суды должны были приехать в Москву из Москвы, в Питер, и уже приехали, да, и не нужна была передвиг, значит, вид клиника этих судей. А в этой больнице, как оказалось, было супер дорогое призвание для этого, и долго накопили денег и устанавливали для того, чтобы лететь, лечить детей с онкологическими заболеваниями, которых, по-моему, было больше половин. Жука-история. Он начал эту петицию, и работая с людьми, так получилось, что он их там мобилизировал, активизировал, люди организовывали зимночные пикеты по всей России, были там три демонстрации на массовом поле, по-моему. Мы, по-моему, тоже что-то брали 7 дней. Компания увидела, и уже министерство было, что, оказывается, никогда не хотели цифроваться, не вызывая цена. Ну, там, обычно, то есть. Вот. И тут опять оцена на то, что люди, да, что люди делают. И, нахуй, компетент, если бы, остается на таком уровне, там, две-три-четыре подписи, как минимум. Особенно. В итоге, почему написано 97628 подписано, и она принята в работу, в смысле, что-то стремилось? Нет, нет, не принята в работу. Нет, нет. Смотрите, тут такая штука есть, что, вы имеете в виду, что была принята адресатом. Да? В этом смысле? Кто определяет ту критическую массу? Нет, нет. Она определяется, это чисто число людей, которые вот так сложилось и собрались вокруг. Есть такая штука, что, смотрите, автор сам решает, что он делает со своей петицией. Кто-то ее распечатывает или дает это по интернему приемной, кто-то там делает некий гиглайн с журналистами, и передает, а, по-моему, это делала Ольга Савельева с петициями, да, полаголовное количество 500 тысяч рублей. Вот. То есть это все на усмотрение автора. Очень много людей никогда им не передают, но они используют этот ресурс подписантов для того, чтобы нанести то, что они хотят нанести. Например, они очень популярны, очень эффективны. Сколько мы видели, авторы делают там некоторые акции. Например, массово просто подписантов написали в интернет-приемную властям. Либо, если что-то происходит, наверное, у нас было такие истории, когда там деревья срезали, они просили всех подписантов петиций массово позвонить людям, которые принимают решения. То есть все звонили, написали, что происходит. Вот. Массово написали любимые журналы и газеты. Это тоже очень эффективно с судьбой людей работает по распространению информации о некоторых петициях. Потому что к журналистам обращаются не просто люди или организации, а именно люди, которые инвестируют и рассказывают свои истории очень много. И писали, почему это важно. Потому что у меня дочь, потому что у меня то. И в общем, это становится целью истории. Потому что, действительно, все те люди, где они являются сейчас, они рассказывают истории. И зачастую мы очень рады, что к нам приходят люди, которые рассказывают эти мелкие истории в своих городах. Что-то, что они не могут рассказать, потому что их там сменят. В общем, довольно интересно. Мне кажется, Юрий Ильич, вопрос был скорее вот о той верхней... Да, верхней границы. Вот ты мог бы просто описать механизм и особенно, наверное, описание победы, потому что что означает победа, и кто выставляет решение Да, да, да. Это все? Окей, да, хороший вопрос. Прости, что я особо не понял. Всем контентом на сайте, кроме интерфейса, управляют пользователи. То есть все, что здесь видите, это все написали пользователи. Пользователи сами решают, что делать, запретить, закрывать, удалять, печатать, не печатать. Они решают, какая они называются, они решают, какие сообщения они отправляют. Они также решают, какое количество они ставят, допустим, вот здесь. Это полный эффект смотреть. Это не принципиальный момент. У нас есть очень много компаний, которые победили с двумя тысячами, с одной тысячей подписей, потому что они очень эффективно производят работу. А есть компании, которые, у нас есть компания против использования животных, нет, компания против воспитательно-тренировочных станций, где собак натаскивают, да, жуткая, жуткая история, там 700 тысяч пользователей подписей, и ничего не происходит, потому что авторы не работают с этой историей, ну, как-то, в общем, довольно тухло, хотя такой огромный интерес был у людей. Вот. Это абсолютно... И то же самое очень много есть авторов, которые просто закрывают петиции, после того, как они собрали какое-то количество подписей, потом они распечатывают, делают уже что-то оффлайн. Они читали, как-то в интернале, изображено, эти количества людей. Все усмотрения этих людей мы, честно говоря, не влазим, потому что, ну, как говорят, абсолютно авторство и право, и ответственность этих авторов, да? И победа тоже. Победа или не победа определяет автор. И мы, в общем, да, мы определяем победу как нечто, что когда ситуация изменилась желаемым образом, причем добились за то, что он хотел сделать, либо они с адресатом петиции договорились о неком альтернативном решении, что тоже будет прогрессировать. Но тут как раз интересный момент, который я говорил, что не все потом после этого объявляют компанию мы просто будем закрывать и вам навесить до бесконечности. Поэтому нам нужно сказать, сколько конкретно вам побед, потому что мы видим и знаем. Извините, пожалуйста, 700 тысяч. Вы со своей стороны понимаете, что огромное количество людей было завтра. Вы как-то не понимаете вообще? Посмотрите, мы связываемся с автором, петиции. У нас есть такая штука, что мы связываемся с авторами петиции, и мы предлагаем им какие-то там консультации, если они хотят помочь. Они могут спросить, вам как работает сайт, может быть, мы можем, мы очень часто им хотим за то, что больше, надеюсь, больше ресурсов, больше людей, которые могли бы это делать. Это связывать авторов петиции. Вы видели эту историю с центрами для лечения детей с проблемами зрения и слуха. Компании этих миллион просто. Но у нас, честно, не такое другое, чтобы связать этих авторов в месяцах. Потому что уже столько людей это проведели, я не знаю, как это делать, и, в общем, мы стараемся это делать, но как бы то количество петиций, которые мы можем вот так вот деговорить и пнуть, да, или там написать им, предложить какую-то помощь, или сказать, окей, посмотрите, у вас только пользуется, или у тебя нужна какая-то помощь, мы можем вас связать с НКО, который занимается правами животных. Почему нет? Это будет очень классно, это будет очень важно, и это нужно делать, но у нас есть такая же штука, что огромное количество авторов просто не отключает. Ну и мы ничего не можем в этой компании носить. У меня первый вопрос, как вам относится к вашему сайту сайту? Для него это сайт, это источник главного плана? Скажите, потому что он заставляет чиновников просто активнее и находит ему сайты по-душейник, что он рассматривает как интернативу активного гражданина, как российская общественная инициатива, что такое хочешь? Это первый вопрос. На самом деле по-разному отношению существует человек. Это главная поля, наверное, но у нас очень много также петиции, которые поддерживают депутаты различные, которые местные власти начинают. То есть по-разному, это сложно сказать, потому что мы действительно, представьте, думайте о нас как в YouTube, по сути отношение точно такого же есть платформы. Нет, 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 нет. У нас как бы все... Ну, то есть если есть такое-то раздражение, мы идем в депутат, или там, мы встретим в власти, наверное, скорее к автору петиции, которые пытаются чего-то добиться. И даже эти люди... Со скорой помощью петиция, как раз пример. Со скорой помощью, когда закрыли, вынуждены были авторы закрыть петицию. Ну, это Беларусь. Но дело не в том, что... Дело не в том, что... Да, поэтому это сложно сказать. Мы просто техническая платформа, но, допустим, там, Молодая Гвардия, Путинская начинала свою петицию. Ну, то есть, много таких организаций, которые... Поэтому нельзя говорить, что мы, допустим, какие-то либеральные новые СМИ или что-то такое. Да, это сложно. Поэтому им сложно перетековать, потому что мы действительно представляем только механизмы, с ними. И второй. Могу отначить, что у нас сайта есть такая куколька с пансиромой. Вы здесь можете проехать? Да, да. Это то, что нужно сказать, заплатить деньги, или что это такое? Хороший вопрос. В России спасибовых компаний нет. Но, по сути, это наш способ зарабатывания денег. Потому что мы не являемся некоммерческой организацией, мы являемся социальным бизнесом. Это значит, что те деньги, которые зарабатывает Changer, опускаются сразу в развитие платформы и поддерживают миссии. Но в России мы не занимаемся никаким бизнесом. А вообще можно сказать, что это да? Да, да. Спасибовых компаний начинают в основном организации. такие красные дверьные бизнесы. У нас в других странах я могу сказать, что это в России ими работают. И что это значит, что когда пользователь подписывал у него потом выскакивает Ошпы. И в зависимости от того, какой петицию человек подписал, то там петиция на схожую тему спонсированную просто выскакивает, и человек ему предлагает подписать ее тоже. И это можно то же самое, аналогия с YouTube. когда вы видите на спонсируемые видео, в которых появляются. И наша задача таким образом соединить организации и людей. Потому что мы, как я и говорил, наш идеальный модель для арестации, когда на платформе есть все вот эти люди, которые стоят отличные интересы, и они работают друг с другом для того, чтобы эффективно сочетать те перемены, которые важны им. Но это наш такой способ работать с организациями, которые делают важную работу и среди нас, наших пользователей, 10 тысяч пользователей в России, 150 миллионов пользователей в мире, которые у нас есть. Люди сюда пришли не просто так, а пришли потому, что у них есть какие-то конкретные интересы. Жечь среди денег, права человека, ВВТ, совершенно спорт и так далее. Поэтому наша задача просто спонсируем компанию. Спонсируемость заключается в том, что мы раскручиваем их петиции тем людям, которые нам кажется, будет она интересной. Типа контекст рекламы. И организация за это платит. Да. Там есть такая штука, там есть такая галочка, что человек может подключиться к этой организации, если он хочет. То есть он хочет дальше остаться с этой организацией каким-то образом, не знаю. И когда он эту галочку ставит и нажимает подписает, то тогда за это каждого человека мы получаем сделанную сумму. Вот. Так что, в принципе, одно. В России мы надеемся скоро запустим другую штуку, которая будет вам интересна. Это называется продвигаемая петиция. Мы еще пока не определились с S7, но мне кажется, продвигаемая петиция звучит странно. Но идея в том, что вы можете дописать петицию, поддержать любую петицию, которая вам интересна, но с точки зрения того, что она точно так же, как и спонсируемая компания, может быть раслучшена на сайте. То есть это то, что делает Facebook со своими рекламными групп. Вот. Мы в ближайшее время, в ближайшие пару недель, допустим, это в России тоже. То есть, если вы считаете, что вы подписали петицию, петиция очень важна, то вы можете там положить, не знаю, может 300 рублей, для того, чтобы мы прокрутили другим пользователям, которые тоже подписывают петицию на эту тему. Так что, это вот еще один способ небольшой заработки. Наверное. Ну, особенно зарабатываем деньги на то же лицене автора петиции. Так что это... Но это реально приносит зарабатывание денег, или это все-таки больше социальная история? Петиция это больше для того, чтобы авторам, помогать авторам раскручивать петиции, вне зависимости от нас, Или там, в зависимости от того, как они. То есть, помогать им больше рассказывать их истории, больше широкому кругу людей. А спонсируемые компании, да, это основной источник того. Потому что, это очень эффективно работают в других странах, и, к сожалению, в России мы, да, занимаемся этим. Сейчас у нас еще два вопроса. Сейчас по очереди. Здравствуйте. Есть, так называемая, комьюнити. Что я имею в виду? Иногда существуют люди, особенно на задворках нашей страны, причем настолько не радикально настроенные, как бы сказать, но не верующие ни в какую справедливость. И когда им предлагаешь, вот, выложи, смени, покажи, отправь туда, через интернет, можно все буквально. А слышишь в ответ, да, ну, не, ну, что ты такое говоришь, как бы, в этом мире, кажется, не будет никогда солнца и так далее. А как вы работаете вот с такими людьми, которые не хочу, не верю, и не получится? Хейтер, эти ковычки. Да, да. Знаете, такие люди подключаются через конкретные истории. Только конкретные истории. Можно 300 раз говорить о эффективности интернет-технологии, как важно объединяться и решать какие-то важные проблемы. Но если они видят, я был в этой же ситуации, я понимаю, что это происходит с этим человеком, только так. Именно поэтому, поскольку мы литеральные платформы, и у нас столько различных тем, не даем развлекать совершенно известных игр. У нас есть, например, огромное количество людей, которые интересуются программным обеспечением и изменениям. Плюс есть и куча геймеров, которые только делают участвовать в компании по играм. и что-то, мы не рассчитываем и не рассчитываем.